Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешем. Мы насчитываем... О, что-то у меня получилось не так маленько. Горой тогда. 1 Иоанна, 2 глава, 26-27 стихи. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно, и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Толкование Блаженного Фефилакта. Окончив речь, веденную выше, апостол прибавляет о тех, которые обольщают их появившимися во множестве ересями. Потом, чтобы отдалить от них грусть, снова повторяет и помазание, которое вы получили от него. Под помазанием, как уже сказано, разумеется, Дух Святой. Итак, если вы твердо храните у себя Духа Святого, которого вы приняли, то не имейте нужды, чтобы кто учил вас. Но как этот самый Дух научает вас всему, то в том и пребывайте, чему Он научил вас. Ибо то, чему Он научил вас, истинно и не ложно. Порядок такой, как полученное вами от него помазание. Пребывает в вас, то нет нужды, чтобы кто учил вас. Но вам должно пребывать в том, чему оно научило вас. 1 Иоанна 2, 28. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним пришествия Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Глава 3, 1 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Толкование. Сказав о появлении Антихристов и о том, что все учение их развращено, и достаточно убедив верующих непреложно содержать то учение, которым они оглашены, апостол упоминает потом о назначенной за это награде, чтобы светлостью награды как бы еще более укрепить их. И говорит, пребывайте в Нем. Для чего? Для того, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение о Нем. Ибо что может быть славнее или желательнее дерзновение? То есть того, чтобы, когда мы будем открывать труды наши в настоящей жизни, могли это делать с дерзновением, нисколько не стыдясь предшествия Его. А как иные могли спросить, что же делать, чтобы сделаться благоугодными Ему, то апостол и этому научает, говоря, «Если вы познали, что Он праведен, то без сомнения знаете и то, что делающий правду рожден от Него. Ибо праведный рождает праведных. А сколь великую честь и дерзновение доставляет это, всякий из вас знает, равно как и то, какова любовь и благость, которую Он подает вам. Ибо вы знаете, что Он дал вам право быть и почитаться детьми Его. Если же принадлежащие миру не знают всего, то из того, что вы дети Божии, всему не удивляйтесь. Ибо они не знают вас потому, что не познали и того, кто усыновил вас. Миром называют людей порочных. «Потом, поскольку доказал сыновство, яснее говорит о предлежащей славе и дерзновении усыновленных, возлюбленные, мы теперь дети Божии. Мир – это люди порочные и нечистые, привязанные к одной только страстной жизни, как свинья к грязи». 1 Иоанна, 3 глава, 2-3 стихи. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Апостол как бы так говорит. «Из предыдущего вы без сомнения узнали, что мы приняты Богом, как дети. Хотя это еще не открылось, однако не смущайтесь, ибо неизвестное ныне сделается явным, когда Он откроется. И мы, оказавшись подобными Ему, наглядно представим свое усыновление. Ибо дети, конечно, подобны Отцу. Имея же дерзновение перед Ним, как дети, мы увидим Его, как Он есть. «Впрочем, не по естеству, ибо это невозможно для сотворенного существа, а так, что чистые увидят чистого, праведные праведного, ибо подобные пристанут подобному. Посему-то перед этим и сказал, я только, что мы...» «Сказал я только, где ты знак припинания видишь? Посему-то перед этим и сказал я только, что мы будем подобны Ему. Там нет знака припинания, я по-другому сделал припинание. «Посему-то перед этим и сказал я только, что мы будем подобны Ему, а не одинаковой природы с Ним. Ибо тогда я сказал бы, не подобны, а такие же точно. А как этого не будет, то я и сказал, подобны, то есть по качеству славы. Заметить также нужно, что апостол не сказал выше. «Всякий, кто сделал или сделает правду, но делающий, ибо добродетели деятельны и имеют бытие только во время совершения. А когда прекратятся или остаются только в намерении, то не имеют и бытия». 1 Иоанна 3 глава 4-5 стихи. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха». Подтвердив речь о правде благами от правды, апостол хочет теперь показать то же и от противного, и что есть в онном. И говорит «Всякий, делающий грех». Он говорит как бы так. «Вы, усыновленные, делаете правду и не показываете себя праздными от нее. Ибо, как в отношении греха, не тот грешник или беззаконник, кто совершил или совершит грех, но тот, кто держится зла и делает зло, так и праведен не тот, кто не действует, но тот, кто делает правду. «Грех даже и не уместен в вас, ибо Христос явился для разрушения греха, и как Сам был непричастен к греху, так и вам, соединившимся с Ним и утвержденным верой в Него, не остается уже места грешить». Это и означает слова «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает» стих 6. Нужно также знать, что грехом называется отпадение добра, а беззаконием – нарушение положительного закона. То и другое имеют началом одно – отпадение добра, а другое – преступление положительного закона. Но в сущности оба сходятся. «Грешник уклонился от цели, назначенной по природе и в природе, ибо цель человеческой природы – жить по разуму, далеко устранив неразумие. Точно так же и беззаконник, неудержимо стремясь к злу, приступает закон, вложенный в природу». 1 Яна 3 глава 6-7 стихи «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». Толкование «То есть кто неослабно следует за добродетелями и никогда не перестает совершать их. Сказав, что Сын Божий явился, и что Он явился для того, чтобы, не сотворивши своего греха, взять, то есть уничтожить наш грех, прибавляет, всякий согрешающий не видел его. Если вы, говорит, когда Он явился, увидели его, и вследствие видения его получили силу не уступать греху, как совершенно утвердившиеся в нем, то очевидно, что те, которые грешат, не видели его и потому не познали его. Под видением его, разумеет, не видение простым прикосновением глаза или легким воспроизведением в своем воображении чего-либо известного, но желание сколько-нибудь обсудить и разузнать дело и присоединиться к нему. Как мы выше говорили, «Сказав же это, утвердительно заповедуют, да не обольщает вас никто». Смысл такой. Кто делает правду, тот познал праведного и праведен, как и Он, то есть Бог. Напротив, кто делает грех, тот от грешника, то есть от дьявола, так как он грешит от начала. Посему Бог, пекущийся о создании своем, сам, будучи правдой и святостью, открылся, то есть явился в мир, чтобы уничтожить дела дьявола. 1 Иоанна 3,8 Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего это и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Ну что интересно, никто не говорит так много о любви, как Иоанн, и никто так много не говорит о дьяволе, как он. Вот в этом что-то есть, значит, он прямо показывает контрастность. Нет любви, дьявол. Ну что-то все, дьявол, дьявол. Ну почитай, слово дьявол, то он непрерывно его цитирует. Дьявол, дьявол, дьявол. Подряд в каждом предложении слово дьявол. Следующий дальше идет. Дьявол, дьявол. И говорит любовь. Вот это надо понимать, а не так, что размазать серенькая мгла. Да или нет? А что-то того от лукавого дьявола. Как? Да, да. Что означает да-да? Да. Значит, да, до конца даблю. Нет, значит, нет, не уговариваемый. Не обдумал, прежде чем сказать нет. Когда начнем мы так жить, тогда видно будет, что мы христиане или какая-то медуза в ведре растолщенная. Первое. Иоанна 3, 8. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Толкование. Так как дьявол постоянно обращается в грехе, то всякий, кто грешит, становится сторонником дьявола. Ибо дьявол предначинает в человеке грех, внушая ему лукавые помыслы. Вчера я как раз сказал, все время я грешный, я исповедуюсь, я грешный. Уже жизнь заканчивается. Все время и пью, и курю, и все. Но Осипов сказал, всех прощают. Осипов, верят они в Бога, а в Осипова. Он пошел, исповедовался, вернулся, опять нажрался, опять валяется. Почему? На следующей неделе я пойду опять прищащаться. Человек служит дьяволу, и его толкают к чаше. Потому там демоны его и прищащают, уголь в рот толкают. Он прищащается от дьявола, не от Бога. Откуда известно? Маккарий Александрийский, Житие, 19 января. Иной скажет, как дьявол бывает в тех, которые грешат, когда они прежде него согрешили уже тем, что дали ему место. Такому должно сказать, что делать грех и давать место дьяволу одно и то же. Ибо дает ему место тот, кто грешит. Подчинившись похоти. А с принятием его уже и на деле совершать грех. Ибо это значит делать грех. Хорошо сказано, кто делает, а не сделавший. И в том отношении, что покаявшийся уже не от дьявола, но от него только тот, кто совершает грех. Так и раб греха есть тот, кто делает, а не тот, кто сделал грех. Ибо всякий, делающий грех, есть раб греха. Иоанна 8, 34. 1 Иоанна, 3 глава, 9-10 стихи. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, а равно и не любящий брата своего. Толкование. Всяк, кто делает грех, потому что грешит, есть от дьявола и называется сыном дьявола. Как апостол Павел сказал Елиме, сын дьявола, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Деяние 13, 10. Очевидно, и тот, кто рожден от Бога, будучи сыном Божиим, не грешит, потому что семя его Божие, то есть или Дух, которого мы получили через дар, которого удостоились и которые, пребывая в нас, соделывает ум наш, не допускающим греха. И лишь сам Христос, который, обитая в верующих, соделывает их сынами Божиими. Как и сам Христос, в семени Авраама есть сын Авраамов, Матфей 1, 1. И в семени Авраама сказано, то есть во Христе, благословятся народы. Бытие 12, 3. Галатам 13, 16. Объяснение Златоуста. Всякий раз, как мы грешим, мы рождаемся от дьявола, а всякий раз, как совершаем добродетель, рождаемся от Бога, потому что семя его пребывает в нем. 1 Иоанна 3, 9. Семьем называют Духа, которого мы получаем через крещение, и который, пребывая в нас, делает умножь, не допускающим греха. Если же кто не родится от Бога, тот не получает Духа Святого. Иное объяснение. В семья Божия есть Христос, который, обитая в верующих, соделывает их сынами Божиими. Так, в семени Авраама, которая есть Христос, благословляется все народы. Иначе, семенем называют первое поколение родоначальника, отличающиеся добродетелями. Родоначальник своими добродетелями как бы орошает свое племя, о чем сам приобрел славу. Тем и своим приемникам дает возможность быть в славе, особенно если они соблюдут достоинства предка своего, не омраченными, ибо они доставляют славу не всякому без разбора. Почему иудеи, хотя и напрасно говорили Христу, мы семья Авраамову? Иоанна 8, 33. 1 Иоанна 3, 11-14 стихи. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Толкование. Апостол примером подтверждает, сколь великое зло ненавидеть брата. Смотрите, говорит, вот Каин возненавидел брата и убил его, несмотря на то, что он родной брат его. Каин творил злые дела отца своего дьявола. Авель же, делая правду, был сыном в отношении к Богу. Здесь дьявол противопоставляется Богу, а злые дела – добрым. Посему-то Каин противоположный брата убил его. Таково объяснение по ходу речи. Но апостол Иоанн изменил этот порядок, имея особое побуждение, ибо ему, после того, как упомянул о дьяволе и о том, что делающие зло становятся детьми его, естественно было выставить пример того, кто в начале мира поспешил сделаться сыном дьявола через злые дела. 1 Иоанна, 3 глава, 15-18 стихи. «Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души своей за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною». Толкование. Закончив о каянии и о злых делах, подобных его делу. Опять обращается к любви и говорит, что любовь преклонила Господа положить душу свою за нас, и что по его примеру и мы должны полагать души за братьев. Но как это делается редко и немногими, то апостол, как бы пристыжая верных, начиная с небольшого, убеждает к братолюбию. Он говорит, как бы так, что говорить о положении души за брата, когда мы видим, что они удовлетворяют братьев своих в необходимом для жизни, и при том не бедные средствами жизни. Об этих я не говорю, но владеющие богатствами целого мира. Посему да постыдятся. Ибо если затворили сердце в этом малом и явились недостойными любви Божией, то что показали бы, когда бы потребовалось большее умереть за брата. Потом еще продолжают обличать тех, которые ограничивают любовь словом и обнаруживают ее только на языке. 1 Яна, 3 глава, 19-22 стихи. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кормим пальчи Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце ваше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним толкование. Так что говорящие одно, а делающие другое, не соглашающие дело со словом есть лжец, а не истинен. Это значит через истинность, а истина будет в нас, тогда, когда словам нашим будут соответствовать дела, мы успокоим совесть свою. Ибо словом сердце он называет совесть. Как же успокоим, поставив себя в такое положение, чтобы произносить нам слова пред свидетелем Бога, ибо это значит слова пред Ним. Если говорит не будем делать так, и совесть или сердце наше осуждает нас, то очевидно мы согрешаем. Если же мы во время греха не можем укрываться от совести своей, которая ограничена, как и человек, существо ограниченное, то тем более не можем укрыться от Бога, беспредельного и вездесущего. Смысл этого изречения такой, дети, не будем лжицами друг при другом, любя одним только языком, но докажем любовь и делом, поэтому узнаем, что мы от истины, то есть от Бога, и что говорим, будем говорить как бы пред Богом, а кто хотя бы он был без стыднее бесов, позволит себе лгать пред свидетелем Богом, знак вопроса. Если же не будем делать так, но тогда как говорим, что любим, сердце наше осуждает нас во лжи, то мы грешим. Как так? Потому что думаем укрыться от вездесущего Бога, посему возлюбленные настроим себя так, чтобы быть нам не осужденными перед самими собой, будем ходить в истине друг перед другом, и тогда получим дерзновение перед Богом, а при этом дерзновении несомненно получим все, чего не попросим у него. Почему? Потому что соблюдаем заповеди его, ибо кого просят, того весьма много преклоняет к слушанию благопокорность просителей. Только вы просили не сомневаясь, а как мы соблюдаем заповеди его, и делаем угодное пред ним, то и будем надеяться, что молитвы наши будут не напрасны, потому что при искреннем взаимном расположении двоих, один обыкновенно действует немедленно на пользу другого. Какую же заповедь его мы соблюли? Ту, которая повелевает нам любить друг друга. Иоанна 13, 34. 1 Иоанна 3, 23, 24, А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам. Толкование. Слово та должно разуметь в значении причины. Именно так, потому что заповедь его есть веровать. Так как мы имеем заповедь веровать во имя Иисуса Христа Сына Его и любить друг друга, и мы сделали это, то отсюда и узнаем, что благодать Духа Его, которого Он дал нам, утвердилась в нас. Нужно знать, что выражение веровать во имя Господа нашего употребляется во многих местах Писания. Что же значит имя? Конечно, не иное что, как волю Его, славу, честь. Например, в словах «Велико имя Твое по всей земле» Солом 8.2 Оно означает славу и честь, а в словах «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа» Деяние 2.38 означает волю Его. Какая же воля Господа Иисуса? Крестить все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матфея 28.19 Господь заповедал нам люби друг друга с истинным расположением. Когда же? Когда сказал «Как хотите, чтобы поступали с вами люди, так и вы поступайте с ними» Лука 6.31 Если мы любим, чтобы ближние наши имели к нам истинное и бесхитростное расположение, то есть сами должны иметь к ним совершенно такое же расположение. А как это заповедь Господня, то, когда мы пребываем в нем, тем более Он дарует нам самого себя, ибо Он не может отречься сам от себя, то есть нельзя допустить, что Он напрасно дает нам заповеди свои, и не оправдает их прежде всех Сам. Если же так, то, когда мы исполняем заповеданное им, без сомнения, и Он послушает нас в прошениях наших, и дарование Его будет твердо в нас. Целая мысль такая. Мы должны веровать во имя Сына Его Иисуса Христа и любить друг друга истинно, как Он заповедал, ибо соблюдающий заповеди Его в Нем пребывает, и Он в Нем, А что Он пребывает в нас, это мы узнаем по духу или дарованию, которые Он дал нам. И если оно пребывает в нас ненарушимо, то без всякого противоречия даяние Его будет неотъемлемо. Когда же оно бывает ненарушимо? Когда мы из заповедованного им нам о любви ничего не нарушаем по неродению своему. 1 Иоанна 4 глава 1 2 стихи. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». Толкование. Разъяснив учение о любви к ближнему, указав в этой любви признак пребывания духа, которого мы получили, апостол теперь присовокупляет признак для различия истинных братьев и ближних, дабы мы, имея в виду это различие по поводу заповеди о любви, не вошли в близкие отношения с лжебратьями, лжеапостолами и лжепророками и тем не причинили себе великого вреда. Ибо имея общение с ними как с единонравными, мы, во-первых, повредим самим себе, без опасения сообщая учение веры нечестивым и повергая святыню псам. Потом повредив тем, которые преданы нам. Ибо любовь нашим лжебратьям, лжеапостолам и лжепророкам многих расположит принимать их за учителей и без осторожности верить их учению. Причем они вдадутся в обман из нашего обращения с ними. Какой же признак их следующий? Всякий дух, то есть всякий, носящий звание пророка или апостола, который исповедует Господа Иисуса пришедшего во плоти, есть от Бога, а который не исповедует этого, тот не от Бога, но достоинство его от антихриста, что вы и слышали. Апостол немного выше, 2.18, говорил, что в мире появилось много антихристов, то есть притечи антихриста, а исповедание пришествия Христова во плоти должно совершаться не на языке только, но и в делах. Как говорит апостол Павел, всегда носим в теле мертвости Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 2.4, Итак, кто имеет в себе Иисуса действующего, умер для мира, живет уже не для мира, но для Христа, и носит его не в Христовой только плоти, но и в своей собственной, тот от Бога. А кто живет не для Христа, но для самого себя и для мира, то есть для удовольствий мирских, тот не от Бога. Посему Павел и опять говорит, если между вами есть споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому или обычаю поступаете? 1 Коринфянам 3.3, поступающий по обычаю человеческому не имеют Духа Христова, а кто не имеет Духа Христова, тот есть не живет по учению Христову, тот не есть Христов. Все.